Это фото сделано в 2014 году под Иловайском Донецкой области. Оператор Иван Любышкирдой обнимает своего коллегу, фотографа Макса Левина у простреленной машины. Оба не скрывают слез. Левин под обстрелами чудом вывез товарищей из окруженного российскими войсками города, в котором они пробыли пять дней. Это было их первое боевое крещение. Мы вообще случайно туда попали. Мы должны были поехать с батальоном «Миротворец» и снять установку блокпостов. Когда мы приехали, местные военные сказали «Поздравляем, вы в окружении». Выехали в поле, прекрасная погода, летят снаряды со всех сторон, нас обстреливали. За рулем был фотограф Макс Левин. Россияне убили его год назад. Вооруженных российских солдат журналисты Андрей Кузаков и Борис Сочалков впервые увидели в 2014 году в Крыму, а затем в Донецкой и Луганской областях. С тех пор каждый из журналистов провел четверть жизни на линии фронта, передвигаясь под обстрелами по бездорожью, чтобы рассказать и показать правду о ситуации на линии огня. Мы как-то еще перед Новым годом заезжали в Бахмут, и когда закончили съемку и покидали город, перед нашей машиной пролетел огромный огненный шар. Когда начинается обстрел, то нужно было быстро выпрыгивать из машины. В тот раз мы ехали на Ниве, у которой три двери. Поэтому мы ногами придерживали заднюю дверь багажника, чтобы в случае чего выпрыгнуть. В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Иван-Любыш Кирды вместе с журналистом Борисом Сочалко вместе работали в Бахмуте Донецкой области. В четыре утра мне позвонил редактор. Боря, просыпайся. Началась война. У меня все внутри упало, и я не мог поверить. У нас стояла такая тишина. Я еще успел заехать в Маренко. Вы же знаете, в каком сейчас состоянии Маренко. Это лунный пейзаж. А тогда это был красивый, уютный город. Вот на центральной площади в первый день вторжения было много людей. Мы с оператором сфотографировались на память. Кто его знает? Может, мы в последний раз в Маренке? Спустя несколько дней, уже в марте, когда Иван снимал эвакуацию жителей Ирпеня, он и его коллега попали под минометный обстрел и чудом выжили. Когда обстрел закончился, мы вернулись на перекресток. Там лежали три тела, и рядом с ними стоял их чемодан. Погибла целая семья. Они бежали буквально за нами. Когда начался обстрел, мы успели спрятаться, а они нет. Погибли мама и двое детей. А потом мы снимали их отца, у которого от всей семьи остался только чемодан. Он планировал подавать во все возможные суды, чтобы привлечь Россию к ответственности. Когда российские войска отступили от предместья Киева, украинцы начали разбирать завалы и находить места массовых захоронений мирных жителей, среди которых были и дети. Я отец, и для меня очень тяжело, и я всегда боялся увидеть погибших детей. Один раз раскапывали маленькую девочку, и это было самое страшное, что я видел. Для Ивана и Андрея самое большое испытание в работе – говорить с теми, кто только что потерял близких. Тяжело общаться с людьми, когда у них горе. Я себя убеждаю, что это работа, и я должен её делать. Большинство людей хотят, чтобы их близкие жили хотя бы в воспоминаниях. Когда просишь их рассказать о том, каким был их близкий человек, они всегда рассказывают, потому что так они увековечивают память о своих погибших родных. Журналисты открыто говорят о своём страхе во время работы на передовой. Именно он заставляет прислушиваться к выстрелам и к собственным инстинктам. Сейчас такая ситуация на передовой, что никто не говорит, что страх – это стыдно. Страх – это нормальный элемент выживания. Когда тебе твой страх говорит «стоп», дальше предел – это то, что тебя мотивирует падать и бежать быстрее. На передовой ты должен смотреть и слушать, чтобы не пропустить момент, когда будет что-то свистеть и лететь. Иван и Борис, в отличие от Андрея, никогда не планировали становиться военными журналистами. Любу Шукирдуй нравились съёмки спортивных событий. Сочалка – социальная тематика, к которой он надеется вернуться, как только закончится война. Наталка Писня, Давид Гогохия, Голос Америки, Вашингтон.